Долгожданное продолжение Little Nightmares сохраняет гнетущую атмосферу оригинала и находит несколько свежих способов заставить игрока понервничать. Мы провели несколько часов в стране кошмаров и готовы поделиться первыми впечатлениями. Загадочная история маленькой девочки в желтом дождевике и ее скитании на корабле под названием Чрево стала одним из главных игровых открытий 2017 года. Необычный визуальный стиль рисовал необъяснимый мир так, что происходящее в один момент напоминало утопическую притчу, а в следующей леденящий душу хоррор. В отсутствие каких-либо диалогов и исчерпывающей сопроводительной информации, сюжет Little Nightmares доносил информацию намеками и загадками, и поклонники до сих пор снимают видео на Ютубе, пытаясь объяснить явления персонажей и разгадать тайну происходящего. Игра про девочку в желтом дождевике стала одной из самых заметных в портфеле Бандай Намка, и в следующем году эту историю ждет продолжение. На этот раз главных героев двое. Игрок управляет мальчишкой по имени Мона, который носит на голове бумажный пакет, а девчонка шестая предоставлена сама себе. В бета-версии, которую мы изучили, на их взаимодействии было основано несколько несложных пазлов, но в общем и целом роль шестой теперь скорее фоновая. Она помогает Мона, скажем, забраться на труднодоступные объекты, но дальше за ним не следует, сидит в коридоре, возится с какими-то вещами, ждет его возвращения. Ее можно подозвать к себе и той же кнопкой попробовать позвать к месту, где требуется участие партнера, но часто она сама подходит куда надо и жестами подсказывает игроку, что сделать, чтобы пройти дальше. Когда Мона остается наедине с собой, происходящее практически неотличимо от первой части. Слагаемые уникальные атмосферы остались прежними. Так маленький человечек неуклюже перемещается по трехмерным локациями, камера на которых всегда расположена сбоку. Декорации, одна ужасающая другой, и хотя ничего совсем отталкивающего не происходит, увиденное внушает беспокойство, тревожность, местами страх. Например, в бета-версии действия происходит в госпитале, где повсюду разбросаны протезы, а на больничных каталках лежат то ли трупы, то ли манекены. Разумеется, в определенный момент они оживают. Сначала оторванная культя носится за Мона, пока тот не расколотит ее кувалдой. Затем уже сами пациенты выходят на охоту за маленьким героем. Остановить их может луч фонарика, который носит с собой Мона. Самое жуткое, до конца не понимаешь, кто из манекенов оживет, а кто нет, и старательно всматриваешься в фон, сились увидеть хоть какой-нибудь намек. Идея Little Nightmares сохранена в первозданном виде. Необходимо без особых подсказок решать простенькие головоломки, которые часто сочетаются или чередуются со встречами с противниками. Герой зачастую не способен им противостоять и вынужден убегать или скрываться, что тоже по сути является поиском решения головоломки, как избавиться от преследователей или иных обидчиков и пройти дальше. Нельзя сказать, что задачки какие-то сверхсложные, но отсутствие прозрачных намеков подсказок часто сбивает с толку. Особенно непросто приходится при первой встрече с врагами, когда существует только один способ избавиться от них, и требуется некоторое время, много ошибок и смертей, чтобы отыскать его. По ощущениям от бета-версии во второй части Little Nightmares стало меньше созидательного платформера, когда персонаж бегает по уровням и забирается на уступы, а игрок разглядывает фоны и пытается понять, что же вообще тут происходит. Это должно добавить того самого разнообразия, за отсутствие которого критики ругали оригинал. Но при всем этом никакой революции или переосмысления оригинальной концепции нет. И это хорошо, это прямое продолжение истории по законам мира первой части, и оно должно понравиться в первую очередь тем, кто эту первую часть прошел и получил удовольствие. Поэтому, если вы еще не успели сделать это, сейчас самое время пройти предысторию о девочке в желтом дождевике. И на этом наши впечатления о продолжении Little Nightmares подходят к концу. Поддержите это видео своим лайком, не забывайте подписываться на канал. Мы также напоминаем вам, что у нас есть и другие социальные ресурсы. Вконтакте мы публикуем ежедневно свежие новости, а в нашем ТикТоке выкладываем моменты на тему кино и игр. Все ссылки на наши ресурсы мы оставим в описании под видео. А с вами был канал Любовь в Смерти Гики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин